Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с новостями Армении и Азербайджана. Ильхам Малиев сделал несколько заявлений, одно из них такое. Россия недавно обещала до июня этого года, что армянские войска покинут Карабах. Вот, здесь еще дислоцируются армянские войска на этой территории, оккупированные. И было соглашение, что армяне должны покинуть были уже эту территорию. По словам президента Азербайджана, российская сторона также подписала эту декларацию 10 ноября, но она не принуждает армян к этому. Видите, какая ситуация интересная. Ильхам Малиев снова озвучивал требования из азербайджанской стороны о необходимости неукоснительного выполнения московского соглашения о выводе армянских войск с Нагорной части Карабаха. До сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с решением. Так, и вот, мы в то же время поднимали вопрос перед российскими военными, ну, там, генералами российскими. Несколько месяцев назад, во время визита в Азербайджан, высоко поставленный сотрудник Министерства обороны России и пообещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но сегодня уже середина июля, да, сегодня 16 июля. Этот вопрос все еще не решен. Российская страна также подписала декларацию 10 ноября, но не выполняет это условие, сказал Алихам Малиев. И вот, что он заявил. Мы страна-победитель. Мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть скажет нам об этом открыто. Мы знаем, что надо делать. Каков будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить, но это грубое нарушение декларации 10 ноября, сказал Алихам Малиев. Ну вот, армяне, да, подписали все эти документы, в Москве, и что они выведут в свои группировки, там, войск с этой территории. Но уже прошел месяц, еще пока не собирается обстреливать территорию Азербайджана. И вот, как раз, сейчас армянские СМИ написали тоже эту ситуацию. Азербайджан обвинил Россию, вернее, уже Алихам Малиев обвинил россиян, что они не выполняют обещания по Карабаху. В министерстве обороны России пообещали добиться вывода войск Армении с Карабаха к июню, но это выполнение не выполнено, условие было. Заявил президент Азербайджан Альхам Малиев. Он также считает, что Ереван капитулировал. И если условия договора не будут выполняться, то Баку есть ответ. Армения отказывается выполнять взятие на себя обязательства перед Азербайджаном по декларации от ноября 2020 года. Поэтому проблему не удалось решить, даже после получения обещания от Министерства обороны России. Как сообщает новость Армения, Алиев уточнил, что одним из вопросов стало нахождение на горном кровах армянских войск, которые должны были срочно покинуть эту территорию. По его словам, да, эту территорию, то есть Баку был посетил высокопоставленный чиновник из Министерства обороны России, а Алиев не сказал его фамилию и должность, который пообещал, что пункт будет выполнен до июня. В общем, обманули, как всегда, Путин, его чиновники, его генерал Ильхам Малиева. И дурят армяне, тем более, говорю, Ильхам Малиев уже нервничает. Я думаю, скоро и война начнется. Ну и вот, что Алиев заявил еще. Будете говорить о статусе, мы можем потребовать Зангизур. В общем, если армяне будут еще статус какой-то обсуждать, то Зангизур будет под контролем Азербайджана. Ильхам Малиев предупредил Армению и ее лидеров не поднимать вопрос статуса Карабаха. В последнее время глава Армении снова начал говорить о ком-то статусе. Однако, когда закончилась война и Армения подписала акт о капитуляции между тремя руководителями Азербайджана, России и Армении, была устная договоренность, что вопрос статуса обсуждаться не будет. По словам азербайджанского лидера, Армения некоторое время следовала данной договоренности, но в последнее время премьер-министр, а также министр странных дел стали часто говорить о статусе Карабаха. Типа, поэтому, что о статусе можем говорить и мы. Мы можем потребовать статуса для Зангизура, заявил Ильхам Малиев. Зангизур был оторван от нас в ноябре 2020 года. Сейчас мы ничего не говорим, но можем, посмотрим, какие будут результаты. Подобных негативных моментов много. Видите, накаляется обстановка, что уже, как сказать, и войска не выводят армяне, нарушают трехстороннее соглашение 10 ноября, и еще требуют статус Карабаха. Ильхам Малиев говорит, серьезно, будете не выполнять условия, мы возьмем под контроль Зангизур, который мы потеряли в 2020 году. Ну и вот, такие новости еще, что Абрамян заявил, азербайджанцы с высокой интенсивностью укрепляют позиции. Азербайджанские войска укрепляют во всех направлениях позиции с высокой интенсивностью. Об этом заявил депутат фракции Чесимея Тигран Абрамян. Он посетил Шурнух и Воротан. После того, как закрылась дорога горе Скафан, жизнь тут перевернулась с ног на голову. Или, интересно написал, с ног на голову. Азербайджанцы, как и в других, так и в этих направлениях укрепляются. Работы осуществляются с высокой интенсивностью. Сейчас покажу. Вот Шурнух вот здесь вот. И тут азербайджанцы укрепились. Вот граница Армении и Азербайджана. И перекрыли дорогу горе Скафан. И понимаете, уже тут все. И блокпосты азербайджанцев, они тут уже и спецназ подтянули, и вооруженные силы, и пограничников. И все, армяне как бы потеряли этот участок дороги. И вот Абрамян уже переживает. Мол, на этом участке последний раз я был 7-8 месяцев назад. Программы государства дают медленно. Типа, мои представления о плане обеспечения пограничной безопасности естественно отличаются от подходов и действий этой власти. Но было заметно, что на этом участке пограничные войска проводят заметную работу, которая решает текущие проблемы. Однако в среднесрочном, в долгосрочном плане предстоит много дел. А принципы их осуществления должны подвергаться радикальному пересмотру. В общем, там у них, говорю, эта территория практически потеряна. И теперь они не понимают, что делать с этой ситуацией на этой границе. Потому что азербайджанцы по чуть-почуть и продвигаются как бы внутрь территории Армении. Уже по всем направлениям. Там я показывал карту, и вот тут озеро есть вот это вот. И тут по чуть-почуть вот так двигаются, и шурлух вот уже перекрыли. И все. И что делать? Что делать? Уже эти депутаты ездят, там разбираются, не поймут, как дальше жить. Ну и вот Азербайджан будет покупать только высокотехнологическое, высокоточное оружие. Ну вчера я сделал ролик раз по высокоточному оружию. Азербайджан уже закупил там, я чувствую, миллиарды долларов этих установок. И израильские, и турецкие. И теперь вот что. Азербайджанская армия будет обеспечена современным высокотехнологическим оружием. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Заключены новые контракты, закупается и будет закуплена военная техника, вооружение и боеприпасы. Мы продолжаем работу в области армейского строительства, подчеркнул Алиев на совещании. По словам президента, в этом году предусмотренные в госбюджете расходы на оборону будут увеличены. Дополнительные средства будут направлены на закупку оружия с высокими технологическими возможностями. Ну все поняли, что в Украине решает высокоточное оружие. Все говорят про это оружие. Вот эти хаммерсы уже. Есть израильские варианты, тоже лоры такие. И все поняли, что только этим оружием можно победить в этих войнах. Больше ничем. По словам президента, закупка самой современной вооруженной техники и вооружение необходимо, чтобы быть готовым и обеспечить защиту своих прав любыми путями. Это правильно. Сейчас уже вообще во всем мире начинается война. Все воюют. Кто с кем хочет. Скоро Китай на Тайвань нападет. Говорят, тут что-то уже беспредел на Южном Кавказе. Что-то тут непонятное чем кончится или что начнется здесь. И вот Аль-Хамалиев понял, надо срочно закупать это высокотехнологическое оружие. Потому что без него будет тяжело воевать с странами. Говорят, оно решает. Успех приносит это высокоточное оружие. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.